Бизнес как мода подвержен влиянию общественных настроений. Еще вчера в тренде было одно, сегодня другое, а завтра будет нечто третье. Крайне важно при создании бизнеса отыскать ту идею, вокруг которой он будет строиться. Поэтому сегодня мы расскажем о 10 бизнес-идеях на 2024 год. А если досмотрите ролик до конца, то еще и узнаете, как прибыльно совместить выпивку и спорт. Итак, поехали! Начнем с нестареющей классики, которая пока все еще остается актуальной. Речь идет о кафе на колесах, фудтреке или, говоря проще, грузовике с едой. Выбирайте, какое название вам больше по душе. Открытие передвижного мини-кафе на колесах – отличная идея стартапа для предпринимателей, имеющих опыт приготовления пищи, а также для креативных новаторов, которым не сидится на месте. Здесь важно лишь иметь интересную, конкурентоспособную идею и умение продавать еду в проходном месте на улицах города. Впрочем, последнему научит практика. Новичкам специалисты в этой области рекомендуют сразу выбрать узкую нишу на рынке для фудтрека. Например, заняться продажей веганской, безглютеновой или фермерской еды. Обеспечение здоровой альтернативы популярным продуктам фастфуда – выигрышная стратегия для кафе на колесах. Акцент также можно сделать на национальной кухне. Например, готовить блюда азиатской или японской кухни. Правда, в этом случае наверняка придется поэкспериментировать, чтобы нащупать то, что больше востребовано в вашем городе. Основные преимущества еды на колесах как бизнеса – это гибкость, относительно небольшие вложения и мобильность. В отличие от обычного кафе или ресторана, ваше кафе на колесах имеет возможность перемещаться по городу и выбирать место с наибольшим количеством клиентов. По мере роста бизнеса вы сможете приобретать новые грузовики и нанимать персонал для масштабирования бизнеса. Далее в нашем списке – сервис 3D-печати любых необходимых предметов. Основная идея, лежащая в основе этого бизнеса, заключается в создании сервиса для быстрого изготовления нужных предметов и деталей на недорогих 3D-принтерах. Начать бизнес можно с приобретения одного-двух 3D-принтеров, затем развивать бизнес по мере увеличения заказа. При заключении договора с компаниями, которым постоянно необходимы определенные детали, вы можете получать стабильный поток заказов. На данном этапе вокруг 3D-печати все еще много шума, но 3D-принтеры пока все еще остаются дорогими. Хотя в этом одновременно кроется и преимущество такой бизнес-модели. Ведь пока принтеры имеют достаточно высокую стоимость, на их покупку решится далеко не каждый. А значит, у вас есть шанс стать одним из первых предпринимателей в этой сфере. Когда человеку понадобится новая крышка для объектива, корпус гаджета, деталь для автомобиля и другие мелкие предметы, которые остро необходимы в повседневной жизни, вы сможете предложить ему быстро напечатать эти предметы на 3D-принтере. Если же продвинутые технологии не совсем ваши, то тогда мы предлагаем вам другую идею – продажу самодельной выпечки. Если вы умеете хорошо готовить, то вполне можете научиться выпекать эксклюзивные торты на заказ. В наши дни кондитерские изделия ручной работы ценятся и пользуются спросом. Для начала нужно просто попробовать сообщить всем своим друзьям в соцсетях о том, что теперь они могут заказывать кондитерские изделия у вас. Также стоит начать активно вести все возможные каналы продвижения, публиковать фотографии своих блюд в соцсетях, общаться с подписчиками. Уже через пару месяцев клиентов станет больше. Со временем вы сможете начать расширяться, открыть небольшую кондитерскую или даже кафе. Но перед тем, как начинать заниматься этим бизнесом, следует проанализировать нишу. В крупных городах конкуренция может быть довольно высокой. Без эксклюзивного предложения в таком случае выжить не получится. Придется либо сильно снижать цену, либо делать что-то очень уникальное и экзотическое. А вот если вы живете в небольшом городе или поселке, в котором конкуренция отсутствует, попробовать точно стоит. В дополнение ко всему, можно завести свой канал на YouTube, профиль в Instagram или даже кулинарный блог в интернете. Все это поможет в дальнейшем при расширении бизнеса. К тому же все видео можно монетизировать и также получать за это деньги. Telegram является одной из наиболее популярных социальных платформ. По данным Mediascope, на февраль 2022 года Telegram вошел в пятерку самых загружаемых приложений, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов. На начало 2023 года Telegram стал вторым мессенджером в мире по популярности, уступив лишь WhatsApp. Неудивительно, что соцсеть привлекает огромное количество рекламодателей. У большинства каналов доход составляет до 50 тысяч рублей. Успешные каналы с обилием рекламодателей могут зарабатывать от 400 до 1 миллиона рублей и больше. Обычно схема заработка складывается так. Вы создаете публичный канал на тему, которая вам интересна и близка. Затем привлекаете активную аудиторию, становитесь заметными и начинаете продавать рекламу, интересную вашим пользователям. А также проводите самостоятельную рекламу на других платформах. Существенное преимущество этой идеи – минимальные затраты на раскрутку канала, а также его поддержание в активном состоянии. Ко всему этому добавьте постоянно растущую аудиторию телеграмма. Словом, такая схема отлично подойдет для тех, кто ищет онлайн-заработок и пассивный доход. А вот идея на заметку представительницам прекрасного пола. Косметика. На сегодняшний день продукция в этой сфере чрезвычайно разнообразна, а поле деятельности по внедрению новых косметических продуктов широчайшее. Казалось бы, все уже есть на косметическом рынке. Омолаживающие кремы, пенки от угрей, скрабы с адсорбентами для вытягивания токсинов из кожи, волшебные восстанавливающие средства для поврежденных волос. И тем не менее, ежегодно появляются новые бренды, новинки и инновации косметологии. Желание женщин выглядеть молодой и красиво, наверное, никогда не иссякнет. А значит, найти выгодную нишу на косметическом рынке не так трудно. Главное определиться с целевой аудиторией и продуктом, который вы хотели бы предложить клиентам. Следует определиться с типом продукта, его назначением, например, увлажнение, питание и т.д. Ценовой категорией, ну и возрастным сегментом. Технология косметических средств может существенно различаться. Где-то потребуется лишь перемешивание компонентов, где-то еще и нагревание, плавление. На начальном этапе можно выбрать продукты с самыми простыми рецептурами, состоящие преимущественно из веществ в жидкой фазе. Другими словами, веществ, чье изготовление подразумевает исключительно смешивание масс при обычной температуре. Таким путем можно получить, например, скрабы или различные масляные композиции. Освоив простые в производстве продукты, можно переходить к более сложным. Одно из преимуществ бизнеса в косметической сфере кроется в том, что практически все компоненты можно приобретать в очень малых количествах. Это важный нюанс при тестировании новых продуктов. Когда производить сразу большой объем косметического средства, попросту нецелесообразно. Однако, несмотря на видимую легкость, стоит все же учитывать, что работа с косметикой требует точности, аккуратности и внимательности. Следует уделять внимание не только рецептуре, но и тщательному выбору поставщиков. Все-таки это продукт, который контактирует с кожей, и ошибки здесь весьма нежелательны. Зато бизнес в косметической сфере поистине неисчерпаем в плане возникновения новых продуктов предложений. Причина того – неисчислимая масса природных компонентов и их сочетаний, которые еще никогда и никем не были использованы. Что же, едем дальше. Следующая в нашем списке ниша – это подкасты. Рынок подкастов сейчас динамично развивается. Тренд возник в 2021 году. Затем мировой рынок подкастов превысил 1 миллиард долларов. Сегодня бизнес на подкастах все еще продолжает набирать обороты. Если вы хорошо осведомлены, являетесь экспертом в определенной области, вам точно стоит подумать о том, чтобы заняться созданием подкастов. Количество людей, которые слушают подкасты, увеличилось на 20 миллионов еще в 2020 году. И это число увеличивается по сей день. Бизнес на подкастах подходит для тех творческих людей, которым есть что сказать по острым и интересным темам. Он также, как нельзя лучше, подойдет для красноречивых любителей поговорить, которые любую тему сумеют подать под необычным углом. Благодаря популярности подкастов в СМИ и других медиа, талантливые люди смогли подхватить эту тенденцию и превратить хобби в полноценный бизнес. Плюсом этой идеи является то, что подкастинг потребует минимальных вложений. Понадобится первоначальное аудиооборудование, программное обеспечение, ну а дальше остается лишь говорить и продавать. Так что, если вы умеете красиво говорить или у вас есть чем поделиться с миром, спешите за микрофоном. А мы пока расскажем о другой, не менее интересной бизнес-идее. Итак, автоматизация бизнес-процессов. В современном мире цифровые технологии и автоматизация играют все более важную роль в бизнесе. И этот тренд будет продолжаться и в 2024 году. Так что интеграция виртуальной реальности и дополненной реальности будут пользоваться спросом. Организации будут все больше инвестировать в цифровую трансформацию, внедряя новые технологии для улучшения эффективности и конкурентоспособности. Автоматизация бизнес-процессов позволит сократить время и затраты, а также повысить качество работы. Поэтому компании, которые желают успешно адаптироваться к цифровой экономике, будут нуждаться в подобных услугах. Причем вашими клиентами могут стать как маленькие интернет-магазины, так и крупные корпорации. Но в особенности в услугах автоматизации нуждаются организации, чья работа связана со множеством рутинных процессов, большими массивными данными, а также сложными коммуникациями с клиентами и между сотрудниками. Аромадиффузоры. Вот еще одна свежая и интересная идея для вашего бизнеса. Несмотря на то, что продукт относительно новый, он очень популярен на рынке. Ароматы – это и создание особой атмосферы дома или в офисе, и улучшение настроения, и укрепление психического и физического здоровья, и заряд энергии и бодрости, или наоборот, успокоение и релакс после напряженного трудового дня. Существует мнение, что аромабизнес подходит только женщинам. Однако это далеко не правда. Технологии аромадиффузоров весьма просты. А вот без искреннего интереса и любви к миру ароматов, успешно заниматься этим видом бизнеса вряд ли получится. Производство аромадиффузоров сводится к смешению компонентов без потребности в особых условиях. Ключевыми моментами в этом бизнесе являются создание оригинальной и в то же время приятной композиции и закрепление запаха в течение заданного интервала времени. Конечно, стоит сразу сказать, что огромную роль в аромабизнесе играет освоение тонкостей маркетинга аромапродуктов. Оптимальным способом их реализации являются маркетплейсы, так что вам необходимо будет освоить нюансы размещения товаров на этих площадках. Также потребуются услуги хороших дизайнеров и копирайтеров для эффективной презентации продукта. Предложений на этом рынке чрезвычайно много. Почти каждый день кто-нибудь пытается зайти в эту нишу. Но также часто из нее выходят предприниматели, которые не проявили должной целеустремленности или пожалели вложений на услуги хороших специалистов. В общем, многое будет зависеть от вас лично, вашей команды и выбранных вами партнеров. К плюсам ароматического бизнеса можно отнести относительно небольшие финансовые затраты на раскрутку. Ведь первые образцы можно получить в домашних условиях, будь то в квартире, на даче или даже в гараже. Такого рода бизнес подойдет тем, кто впервые пробует себя на предпринимательском поприще. Вложения минимальные, риски не очень высокие. Следующая в списке потенциально прибыльная идея понравится желающим работать с дивана, не выходя из дома. Поставки товаров из Китая для последующей продажи через маркетплейсы – модель уже далеко не новая. Однако, к счастью, по-прежнему актуальна. Здесь имеется и большая аудитория, и широкий выбор товаров. Конечно, на то, чтобы наладить поставки, может уйти много времени. К тому же у бизнеса много нюансов. Начиная от контроля качества и затрат на вывод на маркетплейс, и заканчивая размещением рекламы. Однако, свои тонкости найдутся в любой нише. В случае с данной моделью бизнеса, можно как начать с нуля, так и обратиться за помощью к специалистам. Например, компании, которая занимается выводом новых продавцов на площадке. Доход будет зависеть от разных факторов – качества заполнения магазина, объема товаров, стратегии продвижения, спроса и прочих. В среднем, при заказе партии на 150 тысяч рублей, после всех расходов, можно получить чистые прибыли на сумму около 170 тысяч рублей. В целом, сумма зависит от специфики товара. К преимуществам онлайн-продаж можно отнести небольшие первоначальные вложения, популярность маркетплейсов во всем мире, относительную быструю окупаемость, ну и, конечно же, гибкий график работы. В общем, заострять внимание на интернет-торговле или нет – решать вам. Ну а теперь, наконец, поговорим о самом интересном – о пивной йоге. Вполне возможно, что словосочетание покажется вам забавным или даже странным. Однако, это вовсе не шутка. Пивная йога – это современный фитнес-тренд, который сочетает в себе практику йоги с умеренным потреблением пива. Направление зародилось в США в 2014 году. Все началось с двух инструкторов по йоге из Берлина – Джула и Эмили. Они решили сделать свои занятия более необычными и привлекательными для людей, далеких от спорта, и открыли студию пивной йоги. Участникам занятий предлагалось совместить йогу с употреблением пива и выполнением асанов с бутылками и бокалами, наполненными пивом. Пивная йога – это весело, но это не шутка, говорят организаторы на своем сайте. Идея создания пивной йоги впервые была представлена на известном американском фестивале Burning Man. Там люди занимались йогой, выпив предварительно пару стаканов пива. И при этом смогли достичь хорошего результата. Именно в тот день Джул и Эмили решили развить эту идею и превратить ее в процветающий бизнес. И надо сказать, что у них это отлично получилось. Несмотря на то, что представители классической йоги негодуют, во многих европейских странах использование пива в упражнениях стало обычной практикой. А новый вид спорта приобрел популярность во всем мире, включая страны, такие как США, Австралия и Новая Зеландия. У направления много осуждающих. Некоторые считают, что это просто маркетинг, который оскорбляет традиционную практику йоги. Другие придерживают сомнения, что это угроза для здоровья. Однако, независимо от критики, пивная йога с каждым годом приобретает все большую популярность. В общем, это отличный вариант для бизнеса с большим потенциалом для развития и расширения. А на этом у нас все. Всем хорошего настроения и до встречи!